Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». 29 октября отмечается день вневедомственной охраны Росгвардии. В этом году отделу исполняется 70 лет. И сегодня у нас в гостях Ефиманов Станислав Анатольевич, начальник отдела вневедомственной охраны по городу Рязани. Здравствуйте! Какие задачи выполняет отдел вневедомственной охраны? Неведомственная охрана выполняет охрану особо важных и режимных объектов, охрану различных форм собственности, принимает участие в охране общественного порядка, охраняет объекты, подлежащие обязательной охране, все имущество физических и юридических лиц. У нас зрители привыкли видеть работу ОМОНа, СОБРа. А вот чем вооружены и как экипированы ребята из отдела вневедомственной охраны? Ребята из вневедомственной охраны экипированы средствами бронезащиты, соответственно, автоматическим оружием, экипирование формой соответствующей, ну и также спецсредствами, которые у них обязательно должны быть в наличии. То есть всем тем, что необходимо для того, чтобы осуществлять общественный порядок в городе. Как отдел тренируется? Как проходят занятия? И чему они? Занятия у нас проходятся регулярно. То есть с группами сдержания. У нас на сегодняшний день есть база УТБ, в которой мы регулярно тренируемся. Соответственно, туда приезжают наряды и совместно с сотрудниками ОМОН и СОБРа. Мы разучиваем какие-то правильные базовые упражнения. Соответственно, наращиваем навыки в стрельбе. Ну и, соответственно, подтягиваем физическую подготовку и морально-психологическую. То есть есть какие-то отдельные залы, где сотрудники тренируют непосредственно свою физическую выносливость? Конечно. Есть спортзал отдельный, где люди приходят и, соответственно, сдают необходимые нормативы. Нормативы сдаются практически ежемесячно. То есть если кто-то что-то не добрал, то есть шанс пересдать, но это уже будет, как бы сказать, последний его момент. Если он не пересдал, то он может отстраниться от службы до тех пор, пока он не наберет определенную физическую форму, либо сделает те упражнения, которые от него требуют. А вот давайте немножечко на нормативах остановимся. Что нужно, чтобы закрепиться в отделе вневедомственной охраны? Какие там хотя бы частично нормативы человек должен сделать, чтобы остаться там? Во-первых, он должен стрелять уметь. То есть он должен, например, с 10 метров, грубо говоря, 4 пули, он должен попасть в мишень и желательно в центр. Из пистолета? Естественно, из ПМа. Да. С автоматом сложнее, там, как бы сказать, также нужно попасть в мишень, но только расстояние намного длиннее и больше. По физической подготовке он должен пробежать определенное количество километров, соответственно, подтянуться, отжаться, и тогда он будет готов к работе подразделений. Уже октябрь, 10 месяц. Есть какая-то статистика по работе ведомства за этот год? За 9 месяцев этого года отдел задержал более 3 тысяч правонарушителей. Соответственно, передано в отдел где-то около 800 человек. 30 человек у нас было найдено, которые находились в розыске. Принято участие в раскрытии более 31 преступления. Из них 11 лиц были задержаны на объектах, которые мы охраняем. Ведомственная охрана существует уже больше 70 лет. Какие изменения в ведомстве вы можете рассказать, которые были с Рязанским отделом неведомственной охраны? Рязанский отдел неведомственной охраны, он сейчас в очередной раз у нас проходит типа реконструкции. Мы сначала были в составе МВД в милиции, потом перешли в полицию, какое-то время отработали в этом статусе, и теперь мы уже в статусе Росгвардии, опять же, так же, как были в неведомственной охране. Изменения кое-какие, но мы все повышаемся, мы повышаем свою физическую форму. У нас с того времени появилось очень много новых автомобилей, которые нам выдали, с которыми мы сейчас работаем. Это очень облегчает нашу службу. У нас появилось, когда мы зашли в состав Росгвардии, соответственно, с нами вместе. В эту же Росгвардию пришли сотрудники ОМОН и СОБР, которые нас сейчас активно контролируют, скажем так. Они с нами непосредственно проводят занятия по физической подготовке, по стрельбе, показывают, рассказывают. Это очень нам помогает в дальнейшем в работе по охране общественного порядка. Ну и, соответственно, мы сами тренируемся в свободное отработа время, если можем приехать на эту базу, и также поработать в спортзале для того, чтобы поднять свои навыки. Наверняка за время работы службы были какие-то интересные или запоминающиеся случаи. Давайте немного о них. Ну вот последнее, что очень запоминается, это вот когда злоумышленник собрался поджечь Московский районный суд. Прошла ориентировка, когда этот товарищ бросил в это здание какую-то бутылку с зажигательной смесью, соответственно, загорелось. Сотрудники МВД передали нам ориентировку, мы встали на перехват, и в дальнейшем мы вычислили эту машину и задержали ее. Там, соответственно, был водитель, он ничего об этом как бы не знал, он просто повозил пассажира. И в итоге, когда он подвозил пассажира, он рассказал, куда его подвез, как подвез, и в дальнейшем этого товарища сдержали. Им оказался товарищ, который эту бутылку и бросил, собственно говоря, в это здание, от чего он и загорелся. Тем самым мы поймали этого правонарушителя. Остальные у нас на сегодняшний день такие примеры, но все примеры, опять же, они сетевых магазинов. То есть, опять же, у нас стоят кнопки КТС, по которым люди вызывают нас. Вот последний раз кассир вызвала нас из магазина, где два молодых человека набрали кучу продуктов, положили все в мешочек и мимо кассы убежали. Соответственно, был вызван наряд, наряд отработал всю территорию, близлежащую территорию в том числе, и по приметам, по следам мы их нашли. И, соответственно, задержали, всю продукцию вернули, ну и дальше уже составили протокол по этому преступлению. Есть еще какие-то случаи? Ну, случаев было много. Вот женщина решила, например, в пятерочке стоял велосипед, ей не принадлежащий. Она вышла и решила на нем прокатиться. Взяла силу и уехала. Уехала, собственно говоря. Ну, соответственно, тот, кто владелец этого велосипеда, спохватился, его нету. Позвонили в 02-02, передали нам. Мы поехали также отрабатывать территорию. И в дальнейшем мы, собственно говоря, эту барышню настигли, поймали. Ну и, соответственно, для составления дальнейших процессуальных действий мы ее привезли в отдел. Там уже с ней занимаются сотрудники полиции. То есть, университетная охрана работает тесно в взаимодействии с другими? Абсолютно тесно в взаимодействии со всеми отделами нашего города. А какие-то случаи, как в боевиках, со стрельбой, с погонями? Ну, до этого пока мы еще не дошли, как бы сказать, не допустили. Нет таких у нас, конечно, боевых действий, как показывают в телевизоре или где-то там в кино. Был у нас сотрудник такой. Это когда как раз я начинал, это были 90-е годы. Я только пришел в полицию, работал я в соседнем взводе. То есть, соответственно, ездил на другой машине непосредственно с этим. Но я его хорошо тоже знал. В один прекрасный день я менял его. Он заступил. И послали автомобиль на сработку. Сработала опять кнопка ПТС в джинсовом мире, который находится на Черновицкой. Ну, ребята, соответственно, ехали, приехали, как обычно, по кнопке, там, разобраться. Не войдя даже в магазин, с двух сторон их обстреляли злоумышленники, короче. Их с двух сторон прошили машины автоматами. И наш сотрудник, когда начал отбиваться, вышел. Ему пуль попала в жизненно важные органы. Не смог он выжить. А второй человек, он смог выжить, хотя тоже рассказывал, что пули летали штокловой. Потом выбежал и сделал очередь. Когда те уже убегали, сделал очередь автомата. Одного ранил. Ну, и по горячим следам потом начали разыскивать их. И всех, в принципе, кто участвовал в этом нападении, всех поймали. Некоторые из них там, я знаю, вроде как, сами застрелились. А, но это такие случаи, они остались в далеких 90-х случаях. Нет, таких у нас, ну, при мне, по крайней мере, я не знаю. Помимо вот объектов магазинов, квартир, сотрудники вневедомственной охраны охраняют и школы. Да. Вот давайте немножко на этом остановимся. То есть, сколько школ, как идет охрана школ? Школы у нас охраняются в основном техническими средствами. Соответственно, во всех школах находится школа полностью под охраной техническими средствами. И кнопкой тревожной сигнализации. Если в любой момент, если что-то происходит, там, вахтер или кто-то, который находится вблизи этой кнопки, он нажмет ее. Соответственно, наряд в ближайшее, кратчайшее время приезжает на эту кнопку на срабатку и выясняет причину этого срабатывания. Мы охраняем их все практически. Все, что у нас есть в городе. Непосредственно не то, что охраняем, мы даже ходим их, обследуем. На предмет укрепленности, технической укрепленности. И, соответственно, на предмет работы пожарной и такой сигнализации. Вот. Ну и физическую охрану мы пока не можем выставить во всех школах, потому что, ввиду того, что у нас небольшое количество сотрудников, мы сейчас, как бы сказать, у нас есть проблемы с этим. Мы решаем сейчас эти вопросы. Ну, у каждой школы тоже сотрудника не поставишь. Хотелось бы, но не получится. Поэтому пока только техническими средствами. Ну, есть возможность прибывать в школу по кнопке тревоги. А вот сколько занимает, допустим, момент от нажатия кнопки тревоги до прибытия отдела по регламенту? Нет у нас такого регламента, где прописано, сколько именно мы должны прибывать по этой кнопке. Мы для себя установили, это самое оптимальное время, это где-то около 5-7 минут. Это в зависимости от удаленности и загруженности автотранспорта в город. То есть, вот в это время мы должны кровь из носа там быть. И иначе дальше уже будет смысла. Нет, у нас все, что лотный, сделать. Это вот самое оптимальное время. В субботу отдела Неведомственной охраны исполняется 70 лет. Как отдел будет праздновать? Будет торжественная часть. Соответственно, выйдет, я думаю, начальник отдела управления. И нас, соответственно, всех поздравят, вручат памятные подарки. Ну, на путстве, на ближайшие еще 70 лет, я не знаю, сколько мы еще будем работать. Нет такого, что мы сегодня праздник, мы закончили работу, ушли и все начинаем праздновать. Все, кто у нас на посту, они будут на посту. Также будут охранять, также будут участвовать в охране общественного порядка. Ничего не будет такого особенного. Что желают сотрудникам Неведомственной охраны в их праздниках? Сотрудникам Неведомственной охраны всегда желают здоровья, в первую очередь. Потому что здоровье – это самое важное в нашей жизни. Удачи, успехов, везения, какого-то хорошего настроения, чтобы выходили с приподнятым настроением на службу. Желают, чтобы в семье был порядок. Если будет в семье порядок и на работе, будет хорошо. Успехов во всем. Станислав Анатольевич, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. Ответьте на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова